всем привет сегодня тема нашего разговора будет связь между луной и приливами я не случайно выбрал эту тему плосковеры упрямо отрицают эту связь ведь она не только подтверждает истинность официальной модели солнечной системы но и подтверждает наличие гравитации что никак не вяжется с гипотезой плоской земли на все возражения плосковеров по этому поводу я тебя спрашиваю а вы проверяли вы проверяли что связи действительно нет а в ответ ну да ладно перед тем как продемонстрировать вам наличие связи между положением луны и приливами сначала будет немного теории фактов первое приливы возникает из-за притяжения луны и солнца и на самом деле это влияние мизерное если сравнивать размеры земли и высоту приливов второе ближний горб воды возникает из-за притяжения луны а противоположный из-за центробежной силы так как притяжение луны уравновешено центробежной силы то и горб эти будут примерно одинакового размера это приводит к тому что в течение лунных суток происходит как правило два прилива и два отлива третье лунные приливы примерно в два раза сильнее солнечных и в этом нет никакого противоречия эта формула показывает силу прилива и она выводит из закона всемирного тяготения ньютона если в нее подставить соответствующие цифры получим что если солнце в 400 раз дальше и в 27 миллионов раз тяжелее луны получаем вот такую среднюю величину прилива четвертое приливы бывают сизигийные во время новолуния полнолуния когда приливные силы луны и солнца складываться и сила прилива максимально и квадратурные когда эти силы противодействуют друг другу и приливы имеет минимальную силу 5 приливная волна не имеет идеальной формы как на схеме потому что на ее пути находятся континенты и другие препятствия а также потому что плоскость орбиты луны не совпадает с плоскостью вращения земли 6 из-за трения инерции наличие сушек который приходится огибать и наличие вязкости воды приливной горб стабильно запаздывает относительно положение луны вода как бы постоянно догоняет луну это запаздывание постоянно для каждой точки мирового океана и обычно составляет от 5 часов тихом океане до 12 в атлантике 7 влияние прилива на уровень воды в водоеме зависит от его связи с мировым океаном и климатических особенностей например в черном море приливы минимальные практически не учитываются а финском заливе они чуть сильнее но влияние ветров нагоняющих воду намного сильнее закрытых водоемах естественно приливов практически не бывает поскольку не откуда взяться лишней воде для горба и некуда этой воде уйти во время отлива восьмое периодичность приливов полностью совпадает с продолжительностью лунных суток то есть времени между двумя восходами луны длина этих суток меняется от 24 часов 20 минут до 25 часов 20 минут в среднем получается 24 часа 50 минут время прихода приливной волны всегда соответствует этому интервалу любой желающий всегда может это проверить девятое максимальное притяжение возникает тогда когда луна проходит через местный меридиан то есть луна находится точно на юге тоже верный для противоположной волны когда луна находится точно на севере когда луна восходит заходит притяжение минимально 10 предыдущие 9 пунктов позволяют с высокой точностью предсказывать не только момент прилива с точностью до минут но и амплитуда приливной волны причем прогнозы эти составляются на неделе вперед можете сами проверить это взглянув на расписание приливов в любом порту и при возможности и желания лично проверить их на соответствие реальности. А теперь я приведу лишь один пример для наглядности. Я выбрал порт города Мурманска. Во-первых, воды этого порта имеют хорошую связь с водами Мирового океана, и поэтому приливы здесь ярко выражены. Амплитуда около двух метров. Во-вторых, задержка волны здесь минимальна, всего около шести часов. В-третьих, этот порт находится в России, а значит там обязательно найдется русскоязычный плосковер, который сможет меня без проблем разоблачить, если мои слова окажутся ложью. Итак, я взял общедоступный прогноз с 15 по 21 июля и сопоставил его с притяжением Луны на этом же временном отрезке с поправкой на задержку. Как видите, совпадение практически стопроцентное. И даже более того, если выбрать любой другой отрезок времени или другой порт, результат будет тот же, включая уменьшение или увеличение волны из-за взаимного расположения Луны и Солнца. Интервалы, амплитуды и прочие всегда будут предсказываться с высочайшей точностью. Например, я прямо сейчас могу предсказать, что 25 июля приливы будут минимальными, а 1 августа максимальными. Я даже не знаю, кем надо быть, чтобы даже после таких доказательств продолжать отрицать влияние Луны на приливы. Впрочем, плосковеры, как и приливы, достаточно предсказуемы. И дальше отрицания они обычно не заходят. Не будет ни опровержений, ни доказательств с фактами, ни альтернативных объяснений. Впрочем, время покажет. На этом я прощаюсь с вами. Всем спасибо за просмотр и всего вам доброго.